Так, всем привет, с вами Дос Класс, это рубрика Дос Класс Страшилки, и сегодня мы играем в игру от российского разработчика, естественно, в ужастик под названием Диспетчер. В общем-то, сегодня я бы хотел отойти от классики моей рубрики, так скажем, ну, когда я играю в игру какое-то время, потом, после этого времени, уже перед концом серии, перед ее завершением, ставлю ей оценку страшности. Так как меня попросили эту игру снять, попросили, а не заплатили, а то сейчас будет из бомжа олигарх тут делать некоторые школьники, попросили разработчики, ну, точнее, человек близкий к разработчикам, поэтому немножко изменим, просто, может быть, пару слов скажу, так вот, подходить к этому неохота, потому что раз уж попросили, да, ну, вы сами можете оценить для себя, и по моим эмоциям, в любом случае, вы как-то, основываясь на других сериях этой рубрики, можете оценить, что и как. Ну, я в любом случае скажу, что я там чувствую и так далее. Данная игра версии 0.15, как видите, это, ну, даже бетой слабо назовешь, скорее альфа. Ну, игра обновляется, опять-таки, частоту обновления можете посмотреть в стиме, где она и продается за 300, по-моему, рублей, естественно, мне ключ достался бесплатно. Действие игры происходит на космическом корабле, вы, в общем-то, единственный, я так понимаю, выживший, ну, и спасаетесь какого-то там монстра. Сам я в игру не играл, но пришлось, как-то, не пришлось, а посчастливилось, так сказать, наблюдать один стрим, вот. Ну, смотрел я его чисто из-за того, что я ужастики не смотрю, во-первых, да, я больше по узкую хардкору угораю на стримах, которые я сам смотрю, да. Ну, здесь я решил посмотреть, потому что игра от русских разработчиков, хотел, и вдобавок, на Unreal Engine 4. Вот, поэтому посмотрел немножко, ну, игра, конечно, и допиливается, и допиливается, и посмотрим, что-то из-за этого получится, но, в общем-то, ну, так. Поинтереснее Слендера, конечно. Ну, в любом случае, сам я не играл, поэтому о каких-то там известных эмоциях, то есть, то, что я что-то знаю, это... Приходить... Говорить не приходится, что-то я уже заикаюсь, наверное, мне уже страшно. В любом случае, давайте посмотрим, что здесь вообще возможно. Нажимаем одиночную игру, а здесь видим два режима, начать и практика. Вот. Ну, я думаю, давайте сначала в практику поиграем, посмотрим, что за практика, чему-то нас там научит, может быть, игра с какой-то там сложной механикой. Вот. Тут, кстати, была табличка, когда я заходил в игру, кстати, мультиплеер. Мультиплеер, это редкость. Это уже что-то интересно, но его нету. Это поэтому это не так интересно. Если бы он был, было бы другое дело. Некий бестиарий, видимо, будет много противников, ну, монстров и так далее. Вот. Хотел бы сразу сказать, что для режима начать, который второй, помимо практики, сначала нужно создать персонажа. О боже мой, кот пошел срать, он уже обхакался, видимо, от страха, хотя нет, он не пошел срать. Или пошел срать, не знаю, но меньше будем ориентироваться на моего кота, больше будем ориентироваться на игру. Зачем я пока надел наушники, я совсем не играю, рассказываю. В общем-то, здесь разные классы, соответственно. У всех, естественно, разные характеристики, что самое интересное, помимо истории, да. Это не 500 рублей, это внутриигровые очки, ну, я так понимаю, не РАП, поинты, да. Вот, то есть донатить сюда ничего не надо, а то кто что подумает, да, опять-таки. Причем цены такие близкие к реальным, да, вот хотите что-то там открыть в игре, обычно это вот рублей 500 и стоит, да. Вот. Ну, биография у них тоже разная, допустим, да, связист. Здесь нам еще предлагают выбрать классы. Классы. Вот мне особенно понравилось вот это, вот, ну куда же без такого человека на космическом корабле, сами понимаете. Ну, в холодном космосе это какой-то китаец после сборки риса, этот дурачок. Вот, в Симсе бы такую тему запилить, почему там нет алкаша, почему там нет порно-актера, почему там нет насталых людей, а? Или фанатик-сатанист какой-нибудь. Почему? Естественно, порно-актер. Давайте все-таки надену наушники. Вот вы видели таких порно-актеров? Или таких порно-актеров? Я думаю, он бы имел большой успех среди определенного поджанра данного вида киноискусства. Всем привет! Всем привет! Эй, я порно-актер, да. Я на вашем корабле. Угадайте, что будет дальше с вашими пятыми точками или чем там еще. Минимум три символа. Ну, конечно, это похоже на одного... Да куда? Похоже на одного порно-актера, поэтому как бы... Нет, не сомневаюсь. Да ладно, ладно. Да нет, я же его уважаю. Просто Саша будет. Пускай будет Саша. Я же фанат Александра Пистолетова, поэтому я не могу вот этого бомжа назвать Александром Пистолетовым, потому что он мой кумир. Не этот бомж, Александр Пистолетов. В общем-то, здесь также набираете очки и так далее. Но в данном случае персонажа создание уже завершено. Что-то я не туда вообще покер, надо было сразу играть. А вот перед созданием, точнее перед началом кнопки начать, перед кнопкой начать надо было уже создавать. Ну ладно, это все мы уже прошли, поэтому нам не придется дальше проходить. Что ж, давайте приступим. Практика. И пока я вырублю запись, потому что игра плохо загружается, откровенно говоря. Встретимся уже в игре. О божечки, о божечки. Ну в этот раз она, кстати, быстро загрузилась. То есть первый раз, когда я ее только установил, она вообще никак не хотела там что-то делать. Сейчас буквально 3 секунды и готово. Хотя из игры я выходил, само собой, понятно. Пока-пока-пока. Это его веселый голос еще звучит в моей голове, прорываясь сквозь перманентный гул неподъемную пыльну усталости. Три дня как он пропал, три дня как мой мир рухнул. Куда можно пропасть на космическом корабле? Ну я, конечно, понимаю, если космический корабль размером с корабль в фильме Пандором, то можно, наверное. Но я сомневаюсь, что этот такой. После аварии погибли все от всех криос... Криосна, криосна, блин. Превратился в склеп. Стены жилого блока пропитались приторно-сладким запахом разложения. Но я знаю, что он жив. Поэтому я должна справиться. Осталось немного, я спасу нас. Закройся ты. Понятно. Мышка... Как это он? Иди в жопу! Хватит меня пугать! У меня тут ручной монстр. О каких монстров в игре тут можно говорить, если тут вообще психопат какой-то у меня самого дома был. Да, с записью, конечно, пипец. 30 кадров. Unreal Engine 4! Next Gen! В любом случае. Собираем мы тут батарейки. Всякую шваль. Да, кстати, фонарик. Фонарик можно пока вырубить. Потому что батарейки у нас пока нету. Дикий сенс мышки. Он на минимум стоит. Просто дичайший сенс мышки. Вообще. Хорошо, что у меня мышь с этим. С переключающимся сенсом. Непосредственно на ней. Байкал, тархун, колокольчик, вода. Ну вы видите, да, что происходит? Вот если он во время погони какой-то монстр вот так вот сделает, я тебя придушу, скотина. Ты понял? Куда ты попер вообще? Я не знаю, как это комментировать, потому что, ну... Так, у нас помимо батарейки еще уровень биологической угрозы. Надо так понимать. И, судя по всему, здоровье. Так, на Q у нас инвентарь. На F фонарик. Все логично. Наверное. Ну не все. Инвентарь обычно на ней. Батарейки, таблетки. Ну и, соответственно, у нас уже закреплен инвентарь внизу. На быстрые клавиши. Господи. Гребаный код. Я кастрирую тебя еще раз, скотина. Ты понял? Я найду способ, как это можно сделать. Да! Тебя! Да! Кот там говорит, а хер тебе! А вот хер тебе! Не найдешь способ, как меня еще раз кастрировать. Это, кстати, хороший вопрос, как приседать. Так, во-первых, фонарик пипец, как быстро тратится. А во-вторых, что-то здесь это. Видимо, нам таблетки, что ли, жрать надо против этого заражения. Кто там? Кто там? После спинтайрса только папоротников не боятся. Темно, как сами знаете в чем. Нифига я, блин, не вижу. Я все жду, что сейчас мне на голову запрыгнет код. Мне плевать на всяких монстров космических. Что страшнее? Этот хотя бы меня не покалечит. Покалечит только моего персонажа игрового. Еще какой-то вентиляционный отсек. Я не знаю, что мы должны делать. Никаких отметок на экране нет. Но это практика, понятно. Здесь, наверное, и не должно быть никаких отметок. Немножко кетчупа Uncle Benz. Или что они там выпускали. Но они вроде все выпускали. Но я помню, кетчуп точно был. 60 кадров, такое ощущение, как будто... Как будто 20. Я что, я использовал таблетки или что? Почему у меня снова максимум зараженности? В смысле, незараженности. Я что-то не заметил, как я использовал таблетки, честно говоря. Ну ладно. Я не знаю, откуда я сейчас в данный момент прячусь. Но там кто-то что-то орал. Кто-то что-то бегает. Я сомневаюсь, что монстр надел на себя башмачки. Из деревянной упаду. Порно-актер, это ты? Ну ладно тут это. Оставайся здесь дальше. Я смотрю, тебе нормально. Как раз влезла голова. Как будто для этого и родили. Одну голову, может, и родили. Че тут боюсь. Че тут пугаться? Может, от него изначально была одна голова. Таблеточки еще. Ну, шаримся по шкафчикам. Что я еще могу сказать? Что я могу сказать? Мы шар... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я... Я понял. Окей. Да, я вижу знак взрыва Это, короче, мина какая-то Звук оттуда Я не знаю Стоит ли брать это в расчет Теперь откуда-то оттуда Спереди Кто-то еще там что-то рыгает сбоку Плохо иметь в ужастиках Хорошие наушники с хорошей О! Эй, Гена, или как там тебя? Я не знаю, как тебя зовут И зовут ли вообще-то как-либо И стоит ли вообще за тобой идти? Вот в чем вопрос Вот теперь я помню, что использовал таблеточки Ладно, идем сюда Фиг ли нет Господи, какое тут все одинаковое Ты можешь это как-то? Понял Я вас понял А это че? Тоже мина Только, видимо, электрошокер Эта тварь там Если это не просто скриптованные звуки Из рандомных мест Но скорее всего Не должно быть Тихо, 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 тихо. Замечательно, веселый тупичок, этого мне не хватало, ни на что не нажмешь. Отлично. Вообще, честно говоря, я на стриме, помню, надо карточки собирать, пропускай. А я не нашел, они каждый раз в разном месте находятся. Так, ты вообще... Так, он умеет бегать, точнее она. Но мы видим, что это она. Да. Для чего создавался Unreal Engine 4, спросите вы, но когда я сделаю камеру вот так, вы уже всё поймёте, для чего он создавался. Для порно-актеров? Да. Нет питания. А должно быть? Интересно. Может мне ещё питание здесь проводить? Да где ж тут грёбанная карта таких ящиков? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Потому что опять-таки, повторяю, всё очень однообразное. Капсула 8. Охренеть. Синяя ключ-карта. Вот то, что мне нужно было. А теперь вопрос, куда идти, блин? Там нет питания, а здесь вообще ничего нет. Хэллоу! Хэллоу! А, там я уже был. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ладно, идём обратно, судя по всему. Ну давай же, приведи меня туда, куда нужно. Я верю в себя. Туда, что ли, идти? Там, по крайней мере, более-менее светло. Вот, ещё... О! Супер-пупер, а! А закрыть? Ага. Судя по всему, надо теперь переться туда, где нет питания. О, здесь ещё какая-то комната. Может быть, здесь есть какой-нибудь вентиляционный люк? Так слепит глаза, я ни черта не вижу. Ну, точнее, не глаза, а именно вот камеру, глаза главного персонажа. Глаза сисек, скажем так. Сюда же надо было? Или не сюда же? Нет, не сюда же. Вот сюда же. Тихо. Вот носиться здесь, пока не носишься от монстра, лучше не стоит. Там какой-то отблизг. Понятно. Это камера такая. Э, а куда? Тихо. Ак. Валить-то куда? Вот нахлоп лучили просто тебе по самому помидоры. Ещё один шаг к спасению из секунды робкой радости. Кажется, я увидел мужской силуэт неподалёку от спасательного отсека. Держись, помощь скоро придёт. Запас кислорода в норме, контейнер полон питательного раствора. Курс зафлагмана задан. Краем глаза я замечаю слить в углу капсулы. Это была практика. Соответственно. Ну, то есть, чтобы вы поняли механику и так далее. Судя по всему, в этой версии... Пока болею, извините. Пока что можно только собирать аптечки, батарейки, ключ-карты. Соответственно, дальше находим дверь, которая ключ-карта открывает. И так и идём. Но это была только практика. То есть, чисто вот такой вот тестовый режим. А теперь мы, пожалуй, перейдём в одиночную вот эту вот игру. Да, капитан? Успокоился, скотина? Ну, опять-таки, встретимся после загрузки непосредственно после начала игры. Итак, в общем-то, опять-таки, я зря переживал. Быстрая загрузка, всё нормально. И после кнопки начать мы попадаем после загрузки уже вот сюда. Здесь настройки раунда. Настройки раунда. Судя по всему, задача у нас будет такая же добраться до капсулы. Но какая здесь может быть ещё задача? В принципе... Не устроить же вечеринку, да? Там, я не знаю... В стиле голубой устрицы может быть задача. В космическом ужастике... С порно-актером в главной роли, чёрт возьми. Ладно, там любая задача... Кстати. Я представляю, какая может быть задача у порно-актера. Ну ладно, мы не порно-режиссёры, так что ладно. Короче говоря, бесконечный заряд батареи, заражение, сложность в медиум, режим кино. Это, сами понимаете, рамки и прочая-прочая-прочая фигня, которая нафиг никому нормальному не нужна. Если глаза узкие, можете использовать. Если нормальные, то, в принципе, и без этого нормально. Но она снижает зато... Выжирание системных ресурсов этой игрой, потому что игра, само собой, не оптимизирована вообще нифига. Ладно, погнали. Самое интересное, что... Вот этот вот режим основной. Основной режим... Подразумевает под собой генерацию новых карт каждый раз. И когда я проверял эту игру, ну чисто вот проверил, вот запустил и проверил, всё было по-другому. По-другому. То есть, в принципе, уже сейчас играбельно и какие-то свои фишки содержат. Потому что, ну, случайно генерирующийся левел в ужастике я такого не видел. Понятное дело, да? Я думаю, вы тоже такого не видели. Я, конечно, не любитель ужастиков, поэтому могу ошибаться. Но, тем не менее, это уже плюс, даже если это где-то было. Так, у нас тут вентиляцион. Почувствую себя крепким орешком порно-актером. Крепким порно-актером, или? Порно-актером орешком. Не знаю. Куча записок. Вот здесь мы уже собираем вот эти вот пословутые поинты. Счётчик их заслоняет вебка с моей прекрасной рожей. Да, думаю, там не особо важно, сколько я их сейчас соберу. Да. И ещё в возможностях, естественно, я забыл упомянуть развитие персонажа. Потому что мы с вами видели, что за эти поинты разблокируются и новые классы, и какие-то улучшения для вашего героя. То есть очки в прокачке, грубо говоря, предохранитель, судя по всему, что-то помимо открывания дверей или восстановления... Не, в принципе, предохранитель для восстановления электроэнергии как раз-таки и нужен. Так, вот этот тварь... Тихо! Control! Ты чё? Эй! Парень! Нас вижу от него там эти отцветы. Он чё-то там встал, видимо. Эй! Ну и куда ты к чертям делся, а? А чё я встать-то не могу? Нормально просто сидит чувак, я такой, эй, эй, я хочу монстр хотя бы посмотреть, ну... И при этом не подыхать, естественно. А он не встаёт, попробуй на карташах убежать. Хотя упор на актёра, я думаю, все шансы на карташах убежать, потому что он способен работать в любых позах. Это... Издержки профессии. Поэтому он должен бегать на карташах хорошо. Ну чё ты там? Зубки что ли поездовой какие? Он всё ещё впереди. О, здравствуйте! О, ты чё, охренел, что ли? Нет, всё так же. Вот в этот раз чё-то не генерируется. А, ну это был перезапуск, видимо, миссии. А, давайте ещё запихните прямо сейчас мне его. Прямо в лицо. О, спасибо, игра! Спасибо, игра! Я уж думал попытаться убежать, но куда уж там. О, новая. Я в тупике... Ну, я и так-то был в тупике, господи. О чём я говорю? А вот сюда нужно карточку вставить, да? Вот ещё попробую видеть, блин, куда тут, в какую дверь карточку пикать. Ладно, здесь хотя бы темно. Если что, выключаем фонарик и как бы сидим тихо. Ну чё ты там это? Не надо рыгать-то. Мы все одним воздухом вообще-то здесь дышим. Запас кислорода ограничен, не надо его портить. Это поинты или чё? То перепутаешь с миной, будешь кайфовать потом. От разряда. Так, эта дверь не открывается, да? Ну хорошо. С какой-то стороны лучше быть прижатым стенки. Всё-таки. Но не всегда. Чё это такое? Это, видимо, подушечка от геморроя с каким-то неоновой вставкой, чтобы моднее было на ней сидеть как-то. Вот этого я не хотел. Ну ладно, повеселее будет в этой темноте барахтаться тут. Вырубись к чертям. Меня сейчас опять сожрут без шансов. Я не знаю, здесь он или нет, но... Я не знаю, здесь он или нет, но... Батареечки. Долбанный фонарик. Мы вроде в будущем, люди. Ну чё вы фонари-то делаете, которые на 2 метра светят? Ну... У меня мобильник за 600 рублей лучше светит. Вонючий киндер-сюрприз. Ну чё, куда? Кого? Чего? Я обратно, видимо, иду, да? Спокойно. Не надо пикать. Вот чё-то дверь голубым светится, а не открывается. Сюда надо карточку. Чё у меня за раздвоение в глазах-то? Юпернетят. Это просто 2 объекта. Это там где-то рыгает. Я где-то чё-то в темноте в какую-то... Бегаю на курточке. Зачем я вообще на курточках бегаю? У меня... Можете сказать? Можно встать же, а? А, он ведь так ещё медленнее идёт. Понятно. Ну, порно-актёр, порно-актёр. На прямых ногах медленнее ходит, чем на курточках. Видимо, что ли, трое суток без перерыва работали, что ли? Подменил там товарища. Ну, отлично, фонарик кончился. Ну, наверное, это к лучшему. Пошёл к чертям! Блин, чё-то нихрена здесь не темно. Откуда этот инфернальный свет исходит? Здесь нечему светиться. Здесь нету лампочек. Кот, только не срать! Я думал, смотреть в монитор. Я не сказал врубить фонарик. Я просто сказал в батарейки встать новые. Ты ещё и тупой, валенок. За тебя мы все умрём. Ну, тебя боишься, что я включу фонарик и сразу же, естественно, сдохну. Не, не надо уже обысканное закрывать. Ты упоролся, что я тебя даже не вижу. Ты там где-то вообще... В бесконечной дали сидит. О, здрасте. Да не тебе, кот, здрасте. Вот этому... Жепному мутанту! Нет, ты меня не видишь! Я бессмертный, хотел сказать. Причём здесь бессмертие? Ты просто меня не видишь. Ты запарил играть не по правилам, чувак. Я в темноте сижу. Что это значит вообще? Ладно. У него на одной карте по два раза, что ли? Набери ты грёбаную таблетку! Кремлёвскую! У нас тут глисты завелись, так что тебе нужно пожрать что-нибудь от глистов. Вот здесь я вижу, точно темно. Он где-то там рыгает. Но если я спрячусь здесь, то он меня не должен увидеть. А, господи, здесь вентиляция вообще. Если он всё заберётся, мне хана, потому что тупик. Прястся негде. Выход только один. Опять подушка от геморроя. Я вам... Я думаю, радио уже включать не стоит. Супермузон мы уже послушали. Пань, ну почему ты так медленно ходишь? Он реально на корточках быстрее двигается. Я думаю, вы это уже и сами заметили. У меня такое ощущение, что я те же записки собираю, что я в прошлый раз. Хорош шуршать! Шуршалки поотрываю. Будешь веселиться. О, здрасте, да. Интересно, инженер может что-нибудь делать с этими минами или как? Или как? Да понял я, понял. Я порно-актер, я не инженер. Всё, я в этом не разбираюсь. Канонично, канонично. Всё. Но если инженер не будет ничего делать с ними, то это будет... Вредово. Он где-то прямо здесь рыгает. Такое ощущение, причём, что сзади. А кот всё ещё где-то бродит. Тоже здесь ещё один чёрный монстр прямо у меня за спиной. Он идёт сюда. Вот он. Капитан, ты... Как? Можешь тебя тоже на космический корабль отправить? В качестве порно-актера, естественно. У тебя столько энергии. Вот он, вот он. Хоп. А мы валим сюда. Тихо. А чё это такое? А это вот, это вот. О! Сортир. Хо-хо-хо. То, что нужно. Но не для меня. Туалет хочешь посра... Ох, господи, туалет. Капитан, ты вроде срать собирался. Да чё ты всё на этом телике забыл? Чё ты забыл на этом телике? Вот чё ты забыл? Чё ты меня смотришь? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, будешь смотреть, как я пугаюсь. Пугаю монстра, хотел сказать. Вот он где-то тут шастает. Смотри. Видишь? Вот, вот. Вот он. Вот он. Так не светит фонарик. Дурацкий фонарик. Видишь? Вот прям там монстр. Да смотри, ты чё ты такой слепой-то. Вон прям там монстр. Вот смотри, вот там монстр был. Ты чё ты такой... Да смотри, там монстр, блин, хватит бегать, хватит бегать. Что ты, что ты? Я на космическом корабле, бегу от монстра. Чё ты вот здесь носишься? Чё ты носишься? Срать хочешь? Иди среди. Что ты на меня смотришь, как на это? Ты тупой, что ли? Ты тупой. Вот, шерсть. Спать. Всё. В туалете я свои две минуты законные провёл, можно идти дальше. В тупик, естественно. Это я так топаю или чё? Это я так топаю. Слушайте. А чё ты какой-то этот? Это другой чувак. Охренеть. Не трогай меня, чувак. Это мистер киндер сюрприз был, что ли, или что? Откуда он вылез вообще? Весь обгажный такой. Ну, всё-таки она не от раза к разу генерируется. Понятно. Ну, всё равно. Ну, видимо, здесь какой-то ограниченный генератор. Или нет? Это уже что-то другое. А, нет. То же самое. Или чё-то другое. Нет, то что... Нет. Это уже другой, блин. Стартовая локация выглядит так же, но в предыдущий раз только сюда можно было идти, а это всё было закрыто. Так, надо валить отсюда, к чертям. Там уже кто-то рыгает. Не помешало бы, конечно, всё это смотреть, но надо это делать в экспресс-варианте. Капитан, пришельцы не дремлют. Так, ушко в никуда, понятно. Эх, было бы прикольно, если бы она была интерактивной. Вот прям я сюда подошёл бы. Теперь с жёлтыми какашками на всей спине. Парень, кто тебя заблевал так радикально? Может, ты поэтому такой злой? Я к этому никакого отношения не имею, считая своим долгом предупредить тебя об этом. Тоже открывается, хорошо. Вентиляция с дверкой. Только я иду куда-то обратно. Ну, может и нет. Я так понимаю, что эта карта была реальна или нереальна, которую мы на стенке нашли. Если так, то я здесь никогда выхода не найду. Ну, огромно, потому что... Надо реально по стелсу спинтерселла своим самым афишем отдыхать. Потому что, ну, как бы... Ничего ты здесь противника не сделаешь. Только если скроешься от него... ВСКРОЕШЬСЯ ОТ НЕГО! Господи, да что ж такое-то? Я обратно припёрся. Эй, мистер Вонючка. Ты уже здесь не ходишь, да? Ну ладно. Твои проблемы. Значит, не поужинаешь. Потому что я иду в другую сторону. Отлично. Что у нас тут? Батарейки. И компьютер будущего, очевидно. Вот нафиг вы с собой на корабль берёте бумажные книги. Вам пространства больше нечем заполнять. Он может было бы колокольчиком всё заполнить и не париться. Такая умная система. Фиг возьмёшь, называется. Тянешь, тянешь, тебя вдруг раз в руку. Как гильотиной. Хороший рыгать там, а. И спереди, и сзади главная прупса. Смотрите. Справа прётся один чувак. Это фиг его чем отвлечёшь. У меня ничего нет. Я иду параллельно ему. Если сейчас будет поворот налево, я буду весёлый с задницей, потому что он прямо на меня выйдет. Ну, или я прямо на него выйду. Я всё в туалет. Ничего больше не знаю. Почему в этот раз в туалете ни чёрта нет, даже записки? В этом ужастике слишком светло. Если монстр тебя заметит, то вот куда бежать? Здрасте, да. Опять какая-то заразная фигня. Впереди, помимо мины. О, тупичок. Вроде бы. Ты же не открываешься, правильно? Значит, тупичок. С немножечко кровищей здесь присутствует, конечно. Последний из моих проблем. Что-то так быстро батарейки-то кончаются. А где батарейки там ядерные какие-нибудь? В общем, ультравысокой ёмкости. С бесконечным зарядом. На пять поколений вперёд хватило бы. Оп. Здесь ещё и прыгать можно, кстати. Оп. Вот так вот. Мерсэш отдыхает. Пять. И здесь тупичок. Давай-ка на память, дружище. Мы не дадим тебе карты. Ладно. То есть вообще тупик намертво. Нет, ну тут здесь, конечно, вентиляция. Вот надо ей воспользоваться. Надеюсь, эти-то в вентиляции не попутся. Красная крючка. Я даже синий-то не видел двери, которые открываются. И эти броют где-то здесь. Записка. Записка. Сказал записка. Которую я не читаю, естественно. По-русски я подальше от звуков. Как же ты громко топаешь. Косолапый что ли? Или что? Где я теперь? Налево. Налево. Направо. До конца налево. Налево, налево. Господа. Короче, вы поняли. Направо, налево. Там где-то регули уже сзади. Блин, у тебя силы что ли кончились? Ты что, издеваешься? И что? Какого... Здесь это... Ванн тогда вентиляционное отверстие какое-нибудь, не? Отличная изоляция тут. Теплоизоляция. Торчит прям неприкрыто. А какого хрена тут вообще-то? Так, точно ничего? Нет никакой... Продези куда вставлять? Да, не вижу. Вентиляции тоже нету. Безысходность. А сюда можно? И сюда нельзя. О! Весело. Весело, я сказал! Ты меня не видишь. Но ты же меня не видишь! Подонок! Сын подонка. Отец подонка. Дед подонка. Правда подонка. Подонок, короче. Просто подонок. А что там за восклицательные знаки были, так и не понял. Как-то так. Ладно. Да. Опять кашляет. Возвращается. Я думаю, вполне достаточно для того, чтобы оценить как-то игру на данный момент. А тебе понравилось, как ни странно. Не потому, что меня попросили. А потому, что вот именно вот генерация. То есть... Не как, блин, в вонючем слендере ищешь туалетную бумагу. Эти из восьми кусочков собираешь, чтобы потом задницу подтереть. Тупо идешь вперед, да? А вот именно то, что вот... Не знаю. Что это... На что это по... Бомбермен, не бомбермен. Ну что-то такое логическое в этом есть. Потому что ориентируешься по звуку в основном, да? То есть... Как в режиме практики я вообще монстра не увидел ни разу. То есть, в принципе, это возможно. Здесь больше вот такая вот именно... Логическая составляющая. Какой-то стелс присутствует. Правда вот... Вот когда я пробовал... Когда я пробовал... Тестил запись... Там взглянулось так, что монстр... Вот в режиме начать игру... Монстр сразу же за углом оказался. И я от него спрятался. Выключив фонарик в полной темноте. Сейчас у меня что-то вообще ни одна попытка стелса не прокатило. Не знаю. Почему так? Может быть класс как-то надо улучшать, кстати говоря. Кстати говоря... Так, у меня есть тысяча поинтов. Например, плюс один ранг. Что это даёт? Сани, что-то пока нету, я смотрю. Связист-порно-актер. Связист-порно-актер. Вот перки, смотрите, есть. То есть, в принципе... В принципе... Не, а энергия нафиг. А, у меня бесшумность, блин, минус один. Понятно... Нет, погодите. Ну не знаю. В темноте у меня что-то в этот раз не удавалось никак спрятаться. Хотя к бесшумности это никакого отношения не имеет. Вот некий ранг. Видимо, тоже пока не реализовано. Причем это последнее не купить. Может у меня на максимум уже прокачано это всё. Максимум девятый ранг, может быть. Мне понравилось. Потому что вот эта вот генерация случайных уровней... Это... Реиграбельность вот в таких вот мини-хуррорах, которые там не Outlast, не Amnesia, не Alien Isolation. Да, вот такие вот большие и дорогие игры. Ну, относительно дорогие. А вот именно вот такие вот... Небольшие, недорогие игры, да? Реиграбельность в них обычно нулевая. Ну, вы сами понимаете, да, если играли. Просто нулевая. Вот. А здесь, в принципе, вот с этой генерацией уровня... Вот. Можно и поиграть. И не один раз. Вот. Там. Раз в недельку зависнуть. В принципе. Ну... Что могу сказать? Мне, в принципе, понравилось. Естественно, как я уже говорил, оценки страшности я давать не буду. Ну, и все прекрасно видно. Ну, я не особо как бы испугался. Испугался только в одном моменте, когда этот скотинок почему-то не отказывался встать. Чтобы я мог добежать до этого... До вентиляции. Вот это был реальный облом. Я испугался, что я сейчас обломлюсь к чертям. Из-за этого вот. Из-за такой тупости. Потом он что-то решил встать вдруг. Вот. Ну, а так... Ну... Люди боятся всего, поэтому, как бы... Те, кто ничего не боится, он не испугается. Те, кто всего боится, как показывает практика, такие дохренища. Они испугаются, конечно. Если вы боитесь Слендера или ФНАФа этого дурацкого, то... Здесь вы обостретесь в 10 раз больше. Вот. Потому что здесь еще надо... Смочь убежать. Вот этого Слендера еще там... Отвернулся и все, и ушел. Как-то так. То есть, в принципе, здесь есть геймплей. Самое-то главное, что мне понравилось. Здесь есть геймплей, в отличие от остальных этих хорроров. Геймплей здесь есть, именно. Геймплей здесь, судя по всему, будет больше. С новыми обновлениями люди хотят внести... Вот такие перки тут, другие фишки. Мультиплеер. Каких-то других монстров. Я думаю, не только вот этот режим, где вам надо шариться за ключ-карт и так далее. Может быть, что-то еще будет. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Вот. Всю информацию вы можете узнать в Стиме. Ссылку я вам оставлю. Естественно, на браузерную версию Стима. Ну, также вы можете вот по названию просто набрать ее в клиенте Стима и... Смотреть, что там. Игра стоит 300 рублей. Покупать, не купать, конечно, ваш выбор. Но мне понравилось. В принципе, поиграть можно. Вот как-то так. Я думаю, что я еще сниму видео по этой игре, когда она станет богаче на контент. Лучше на оптимизацию. Ну, оптимизация нормальная, в принципе, да. Но вот то, что сенс мышки лютые, это не дело. Но это можно, я думаю, можно было бы исправить довольно быстро, но что-то не исправляю. Когда я смотрел стрим, там тоже жаловались, что сенс мыши дикий, а его просто никак. Вот видите, он на 0.1 и так по умолчанию стоит, и... Никак больше. Вот. Ну, в принципе, перспектива у игры есть. Перспектива хорошая. Я надеюсь, что все то, что обещает, и даже больше добавит, и... Я смогу в будущем, когда-нибудь, когда спросят, назвать один хороший хоррор. Из мини-хорров. Опять-таки, я не называю там все Кейлина Изолейшн и Outlast. Это совсем другая тема, совсем другие бюджеты, совсем другие задачи. Вот. Может, и здесь, кстати, сделать кампанию, не знаю. Ну, в любом случае, я надеюсь, что вам понравилось это видео, или эта игра. Не важно, вам что-либо в этом видео понравилось. Ищите мне хорроры, подсказывайте их, и я в них, возможно, поиграю и сниму их. С вами был Дос Коз, рубрика Дос Коз Страшилки. Сритесь на здоровье, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok